Всем доброе утро, девочки мои! Ну вот и наступил третий день, как я начала ремонт. Ну, второй день мы провели в Леруа Мерле, а сегодня третий день ремонта. В общем, что сегодня собираюсь сделать? Я с утра пораньше сегодня встала в 6 часов, смонтировала видео уже, оно выводится. Позавтракала кашку овсяную, как обычно. Нашла другой комплект рабочей одежды, там, где мне попросторнее будет. И начну. В общем, что у меня сегодня в планах? В планах у меня сегодня зашпатлевать дверь в туалете. Там немножко надо будет мне подчистить, замазать и дать этому постоять, посохнуть. Ну и потом я хочу взять уже эмаль, краску белую и начать красить всё, что мне нужно покрасить этой краской. Боюсь, что мне одной баночки будет мало, потому что я не подрасчитала. Я сначала взяла банку одну, с расчётом только дверь вот эту покрасить, и забыла совсем, что мне нужно будет покрасить ещё вот это вот, этот, как он называется, косяки вот эти, которые вход, да. Потом шкаф, кладовка, там у меня тоже косяки, наверху дверца маленькая, там надо покрасить. И потом я в интернете вчера прочитала, что можно, оказывается, горячие трубы тоже можно красить краской. Поэтому там, где у меня проходит горячая труба, сверху над окном, я вам показывала, я её хочу уже покрасить и подготовить уже, в общем-то, комнату подготовить, в принципе, к поклейке обоев. То есть сначала хочу покрасить, так как обои потом, они уже приклеиваются, ну как стык к этим покраске, чтобы потом краской обои не испачкать, если потом позже задумаю красить. Поэтому сначала покрасить, а потом уже клеить. Вот, ну в общем, вся такая задача. Я не знаю, сегодня я успею всё покрасить или нет, потому что, если бы это у меня была только одна покраска, я бы успела. Но мало того, что приходится вещи передвигать с места на место, перекидывать. Много барахла, от которого мне нужно будет по ходу избавляться. Ну, слава богу, у меня есть мешки, я что-то могу ещё в мешки пособирать. В комнате надо будет снять все занавески, все покрывала, вот эти подушечки, что на маленьком диване у меня. В общем, все эти тряпки нужно будет собрать, куда-то убрать, чтобы они мне уже и не мешали, и не пачкались. Вот, эту занавеску я сниму, буду потом уже дальше снимать. Без этой занавески будете видеть у меня комнату, ну или что-нибудь я придумаю. В общем, такие задачи. Конечно, заранее планировать что-то очень сложно, ну, в принципе, на сегодня, на завтра, на вот эти вот два дня, я думаю, я управлюсь этим всем. Ну, буду вам снимать, по мере возможности, что-нибудь показывать, что я там дальше делаю. Ну, а сейчас я хочу достать из кладовки там мешки, какие у меня есть. Я туда сейчас всё пособираю, чтобы мне ничего не мешало, и чтобы я уже могла спокойно, в общем, двигаться и делать, как говорится, важные дела. Ну что, давайте начнём уже. О, какой у меня бардак сейчас классический здесь. В общем, сняла я тут занавески, я открыла трубу, я ещё сейчас, ну, поубирала, покрывала все, сложила вот тут мешки у меня, мешки, и там у меня покрывала, подушечки, занавесочки, в общем, всё это вот, всё это тряпьё. Ещё я, наверное, со стены уже сразу сниму полностью вот эту всю свою декорацию. Вот она кладовка, которую надо будет покрасить, вот это белым сверху. И, в общем, в кладовке сейчас бардак, ну, я, там колёса лежат, не буду я их вытаскивать сейчас. Но вот эти косяки белым, вот этой эмалью я покрашу, и всё. И вот здесь вот мне надо будет тоже вот это вот белым покрасить вот этот проход. Вот. Ну, сейчас займусь. В общем, девочки, пока я повынимала все лишние гвозди, там, где у меня висели одни занавески, другие, и ещё предстоит мне очень много тоже повынимать вот этих гвоздей, где у меня декорация вся эта. Короче, на это уходит больше времени, чем я полагала. Ну, что делать? Я никуда не спешу. Будем заниматься. Ну, вот, посмотрите на это безобразие. Сняла я все эти декорации. Девочки, вот хочу вам показать, какие обои. Вот у меня раньше тут висели фотографии, и обои, вот они были раньше светлые, а потом они вот так вот пожелтели. Даже вот пятна, белые пятна остались. Вот белая, а вот жёлтая. Повынимала кучу гвоздей, кучу гвоздей. Я не знаю, сколько. Маленькими гвоздиками всё это было очень густо набито. Ну, и вот такая расцветка обоев, конечно, обои уже страшные. Ну, всё. Сейчас немножко отдохну и начну дальше, дальше делать. Девочки, сейчас, пока я этим занимаюсь, я смотрю видео, там, где у дочки был прямой эфир. Я смотрю, многие задают вопрос, почему она мне не идёт помогать, почему она ребёнка не пристроит куда-то. Ну, во-первых, я вам хочу сказать, я не нуждаюсь в помощи. Вы же видите, я прекрасно сама справляюсь. Ну, обои поклеить я ещё посмотрю. Я попробую, может быть, и одна смогу. Ну, может быть, я найду кого-нибудь в помощь мне. Ну, зачем дочку я буду дёргать, если у неё очень много дел. Выходные она проводит с ребёнком. Да, и, в общем-то, не хочу детей вообще беспокоить, потому что на самом деле, смотрите, какой бардак. Потому что на самом деле дети работают, у них маленькие, мои дети работают, у них свои маленькие дети работают. Надо деньги заработать, домашние дела. И всё такое. Я на пенсии, я свободна. Единственное, попросила меня просто, как говорится, ну, не отвлекать, дать мне возможность спокойно вот этим вот заниматься. Я занимаюсь. Часы сняла, поставила на подоконник, на корзинку. Вот. Так, сейчас я подумаю, что надо делать дальше. В общем, девочки, пока туда-сюда проголодалась, я решила сварить себе курочку. Это филе бедра, без косточки, без кожи. И лапшу туда закинула, и всё. Ничего лишнего не хочу. Покушаю, немножко передохну, а то я уже как-то и проголодалась. Подустала. Пока у меня супчик варится, я вам просто покажу. Вот та труба, которая наверху, я её вытерла, пыль с неё всю собрала. Везде проверила, нет ли где-нибудь ещё гвоздиков, чтобы там не поранить руки. И, в общем, покушаю, займусь дальше делами. Ну, вот и дождик начался. На улице дождь, ветер, вытяжка начала клацать. Я пообедала и хочу продолжить. В общем, девочки, вот эта дверь в туалет с внутренней стороны. Так как там влага, там вот эта вот краска поотколупалась, что-то повздебалось. Вот это надо будет сейчас всё поотколупать и замазать. Ну, и также порожек. Тоже вот надо будет это всё замазать. И с внутренней стороны тоже. В общем, я сегодня решила, что я сейчас, наверное, вот это замажу. И потом буду отдыхать. В шкаф я туда сейчас поскладывала эти мешки со всеми подушками, покрывалами. Закрыла это всё простынью и подготовила. В общем, в принципе, здесь уже освободила я всё. Здесь уже всё готово. Осталось сегодня замазать дверь, а дальше уже поглядим. В общем, девочки, как-то так. Взяла я вот эту шпатлёвку. Вот эта вот акриловая. Экстра по дереву. Вот видите, у меня сколько ушло. И замазала все вот эти вот щели под дырочки с этой стороны и с другой. С внутренней стороны тоже здесь были большие щели. И они прекрасно закрываются вот этой вот шпатлёвкой. Ну, теперь надо ей дать хорошенько просохнуть. Слой там немаленький. В общем, девочки, я думаю, что эта шпатлёвка будет у меня сохнуть до завтра. Я сегодня уже ничего не буду делать. Пусть высохнет как следует. Потом я посмотрю, где надо подшкурить, а где надо добавить. Может быть, ещё подшпаклевать. А может, не надо будет. Можно будет красить. И всё. Я, в общем-то, решила сегодня краску не открывать, эмаль. Я хочу уже завтра, чтобы уже открыть её. И завтра всё делать. Хотя я могу ещё и передумать. Но сейчас я хочу немножко отдохнуть. В общем, девочки, решила заняться я покраской двери. Хотя бы сверху. Краска. Быстро сохнущая полуглянцевая эмаль для дерева и металла с ароматом яблока. Атмосфера стойкая, акриловая. В общем, время высыхания 1 час. Прекрасно. Прекрасно. Значит, она вонять не будет на всю квартиру. В общем, сейчас что могу, то покрашу. В общем, девочки, покрасила я полностью дверь. Всю. Одним слоем покрасила. Косяки вот эти тоже покрасила. С двух сторон дверь покрасила внизу. Ну, вот вы видите, что там было. И вот он порожек. Тоже он весь закрашен и замазан. Всё нормально. Ну, потом я покрашу ещё вторым слоем. Слой этот быстро сохнет. Я только покрасила. Он уже не липнет. Ну, написано, час сохнет. И вообще не воняет. Совсем не воняет краска. Это так приятно, так здорово. Ну, а здесь я покрасила трубу наверху. Белую. Видите, вот я вымазала немножко обои. Это хорошо, что старые. Вот если бы новые обои были, уже было бы неприятно. Покрасила трубу. Ну, в общем, мне нужно было выкрасить всю краску, что в банке была. И вот вертикально я тоже её подкрасила чуть-чуть. И вот здесь вот подкрасила. Вот эти вот крантики тоже. Вот. Ну, и всё. И у меня в баночке вымазалась. Ну, в смысле, я вымазала краску, которая в баночке была. Вот. Сейчас, я не знаю, я сейчас передохну. Время сейчас сколько? Без 10. Почти 5. Ну, я уже и подустала. В общем-то, дело к вечеру. На улице у нас дождь. Ветер. Дождём прям пахнет аж сюда. Даже окна у меня закрыты. Вот. Пасмурно сегодня. Темно совсем на улице. Короче, девочки, одним слоем покрасила вот шкаф. Покрасила вот этот проход. В общем, всё тут покрасила одним слоем. Всё нормально. Уголочечки тут все прокрасила. Короче, красота. Ну, и вторым слоем завтра уже покрашу. Уже устала и хватит. Надо отдыхать. На сегодня достаточно. Доброе утро, девочки мои. Я проснулась. Сижу, пью кофе. Уже одела рабочку свою. И сейчас начну, что делать. Второй слой красить. Вообще, я хочу сегодня, хотелось бы мне, сегодня уже все покрасочные работы завершить. Там, где подмазать, подмазать, подкрасить, чтобы у меня уже всё. С покраской сегодня хочу покончить. Вот. Ну, и тогда у меня уже, в принципе, останутся обои только клеить. Вот. Ну, до обоев мы ещё подождём. А вот с покраской я сейчас этим займусь. Я не знаю, краски мне хватит или нет. Но на самом деле я её, в принципе, выкрашу уже сегодня. И тогда мне будет видно, нужно ли мне. Может быть, чуть-чуть мне не хватит. А может быть, и хватит. Вот. Не хотелось бы бежать в магазин под дождём. Сегодня будет опять дождь целый день. Вчера очень была ненастная погода. Весь зим пасмурно. Так пасмурно, что в комнате темно. Что даже свет приходилось мне включать. Шкаф я покрасила снаружи. Ну, там наверху, изнутри покрасила дверцы. Вот эти маленькие, которые открываются. Ну, и вот это вот снаружи. Вот это всё, видите, вот это тоже побелело. Беленькое стало всё. Ну, ещё вторым слоем пройдусь. Будет ещё красивее всё. Я уже смотрю на батарею. Думаю, может быть, мне её покрасить. Но всё равно накладку хочу. Но с ней провозиться. Я просто помню, один раз я её украсила, девочки. Я с ней провозилась полдня. Мало того, что там надо со всех вот этих вот пепереягородочек пыль повысасывать, там, не знаю, повытирать. А потом ещё вот это вот я мучилась кисточкой. Каждую вот эту штучку красила. И больше я, это не столько времени, на это силу шло. Я больше этим заниматься не хочу. Так что накладочку всё равно потом куплю. Ну, может быть, снаружи там как-нибудь вот просто чуть-чуть освежу. Если краски хватит, посмотрим. Вот, ну и потом я всё-таки думаю с углов обои отодрать. Потому что в углах там они немножко отошли. Может быть, там придётся подмазать. Но к этому мы уже подойдём позже. А сейчас всё. Я ещё пью кофе, раскачиваюсь. Проснулась рано, четыре часа. Вчера уснула где-то в одиннадцать. А проснулась в четыре. Но уже лежала-лежала. Чувствую, что я уже не сплю. Всё. Глаза у меня ещё сонные. Так что не обращайте внимания на прическу. Тоже не обращайте внимания. Я заколола волосы. Сейчас, кстати говоря, начну, наверное, с двери туалетной. Чтоб уже там всё высохло. И вечером можно было купаться. Это чтобы я к вам уже красиво потом приходила. Не так, как сегодня. Хотя, честно говоря, пока делаю ремонт. В общем, мне сейчас не до красоты. И я уже вчера убедилась в том, что очень много времени у меня всё-таки отбирает. Вот это вот снять, не снять. Ну, потом я вам уже безобразие показала. Чего его показывать? Уже красоту надо показывать, да? Ну, вообще, когда я смотрю на окно, всё такое беленькое, классное. Я ещё там, где плентуса уже вчера вечером подштукатурила. Сейчас там ещё красочкой тоже подмажу. И будет красота. И, конечно, на фоне белого такого чистого красивого окна выделяется очень страшная эта батарея. Но хотелось бы, конечно, мне побыстрее купить эту накладку. И хотелось бы ещё знать, где её купить. Ну, ладно. Хочется всё сделать побыстрее. Я такой человек нетерпеливый. Но дочка, вот она в этом плане, она пошла в меня. Если уж мне что-то загорелось, то мне надо прямо здесь, сейчас и срочно. Всё. Больше ничего мне не надо прямо сейчас. Вот сейчас. И всё. Вот так же с этим ремонтом. Только вот раз подумала, начала. А сейчас мне уже хочется быстрее, быстрее всё это закончить. И, конечно, никого не ждать. Делать всё самой. Ну, такая вот я, что делать. Такой вот характер уродился. Какое-то время будете вот на меня смотреть на фоне. Ну, я выключила свет в комнате, чтобы этот бардак не высвечивался особо. Но пока вот эта обоя поклеится, Виталик мне повесит, когда уже вот эту вот струну. Струну вот тут я хочу в комнате протянуть, где у меня была верёвка, и занавески повесить, чтобы уже здесь были занавесочки. Ну, да ладно, придётся потерпеть. А хотя, может быть, я на время что-нибудь там повешу как-нибудь придумаю. Ладно, девочки. Сейчас раскачиваюсь, раскачиваюсь. Я вот так всегда, знаете, сяду, начинаю раскачиваться. И думаю, боже мой, за что вперёд хвататься? Либо это делать, либо то, либо это. Потом думаю, что я вот это тяну резину? Прям надо брать и начинать с чего-нибудь и делать. И правда, когда уже начинаешь делать, уже пошло-пошло-поехало всё. Так, ну всё, девочки, приступаю к работе. Допиваю кофе и приступаю к работе. Ну что, девочки, хочу вам показать, что я сделала сегодня. Я сегодня покрасила дверь в туалет второй раз. Вот там внизу, там где порожек, немножечко ещё сегодня, там в углу, где труба. Трубу подкрасила, подмазала. В общем, красота. Дверь как новая стала. Никаких здесь уже нету этих самых трещин. Трещины все замазываются. Ну, также второй раз я покрасила этот самый шкаф. Вот этот вот проход. Всё чистенько, беленько. Всё как новенькое, беленькое. Класс. Ну и вот батарея, девочки. Решила я батарею менять я не буду. Накладки я куплю. В общем, я взяла её, пропылесосила. У меня вот хорошо, что есть вот такой вот наборчик. Я давно как-то в видео покупала. Здесь очень маленькие такие есть тоненькие насадки. Это на пылесос одевается. И потом в трубу. Раз, щель. В общем, пропылесосила как смогла. Вот в этих самых внутри батареи. Мыть туда там неудобно. Но я помыла и покрасила внешнюю сторону. Вот эту вот сторону я покрасила. Наружнюю. Наружнюю. И здесь наружнюю покрасила. Ну и здесь тоже наружнюю покрасила. Трубы вот эти покрасила. И плинтуса заодно тоже сделала белыми, короче говоря. Вот. Ну всё. И верхнюю трубу. Прекрасно у меня краска эта красит. Трубу моментально сохнет. Прям чуть ли не под кисточкой. Сразу же сохнет. Так что эта краска хорошая. Кстати, кто сказал, что вот эта краска не моется, которая, я говорила, это водоэмульсионка. Но я её так называю. Это такая же краска, которой дочка красила стены. И она прекрасно моется водой. Вот. Ну, кто-то пишет, что я тяпляп делаю ремонт. И кто-то пишет, пластиковые давайте сделайте себе откосы. Девочки, а зачем они мне нужны, пластиковые откосы? Я считаю, у меня всё прекрасно. Углы нормальные, ровные, всё чисто. Зачем мне эти пластиковые нужны откосы? У меня сегодня, девочки, вышло первое видео там, где я делала окно. Я почитала, сейчас комментарии посидела. И, в общем, что я скажу. Ну, многие пишут, что вот эти пластиковые откосы на окна, их делают сразу же, когда ставят окна. Значит, смотрите, когда я окна эти ставила, это было лет 10 назад, во-первых, мне не предложили эти пластиковые откосы. Просто поставили окно, заштукатурили там всё под грунтовку, и всё. Потом уже приходил человек, и он грунтовкой вот это вот белым всё это сделал. Осталось только покрасить. Но я просто тогда не проверила углы, вот эти вот там чуть-чуть я подмазала. В общем-то, это всё буквально этой наждачкой всё удалилось. Подмазала чуть-чуть, всё. Для того, чтобы вот эти пластиковые откосы сейчас на данный момент вставить. Это нужно найти работников, заплатить денег, значит, договориться, когда они смогут прийти. Это ж не так, что прям придут, завтра не поставят. Это значит, нужно будет ждать, нужно будет деньги платить. Потом эти пластиковые откосы, я так слышала, что они желтеют. Кто-то написал даже, что они желтеют. Вот, ну, честно говоря, мне даже пластиковые плинтуса не нравятся, я вам скажу. Я вот сколько смотрю пластиковые плинтуса, там то эти уголки куда-то улетают, они хрупкие очень. Вот, и я считаю, эти пластиковые откосы, они просто здесь не нужны. При том, что, девочки, у меня не евроремонт, я уже говорила. У меня просто косметический ремонт. Просто облагородить окно, поклеить обои. Это всё, что я хотела сделать. Ну, где-то что-то ещё подмазать, красочку освежить. Всё. Нашему дому уже 50 лет. И дом уже не новый, старый. Здесь уже, не знаю, 50 раз делались ремонты. И, честно говоря, дорогих ремонтов здесь никто не делает. И я тоже делать не собираюсь. Если бы это было новое жильё, то можно было бы, конечно, вложиться и всё сделать там, чтобы это было как евроремонт. Прям подогнано всё это. Кто-то даже написал, делайте тяпляк. Девочки, как могу, так и делаю. Ремонт делаю всегда сама. Вообще, я хочу сказать, моя мама по молодости работала штукатур-маляр. У неё такая была работа. Но я знаю, что когда я была маленькая, они с папой подрабатывали. То есть они после работы, они работали на заводе. После работы они шли и где-то там ещё малярили, короче, штукатурили. Они такую подработку делали. Вот. Поэтому, в общем-то, мама моя делать ремонт умела. Делали мы, когда я жила с мамой, делали всегда ремонт сами. Я с детства всегда помогала. Что-то как-то ещё и помню. Поэтому такой ремонт, который своими руками делается, я делаю сама. Ещё что хочу сказать. Вот одни пишут. Ну, у всех разный уровень жизни, честно говоря. Одни, наверное, в хоромах живут. Пишут. Зачем вы сами делаете? Наймите работников. Пусть вам придут, сделают. Хорошо, девочки. Я могла бы нанять работников, чтобы пришли мне всё и сделали. Только мне снимать было бы тогда нечего, понимаете. И ещё денег кучу вывалить. Вот я сейчас просто почему вам озвучила, что я купила и по чём я купила. Вот во сколько мне обойдётся этот косметический ремонт. Если не считать занавески, которые я купила, то в принципе сейчас на данный момент я потратила, если вычесть занавески, значит, ну 4 тысячи, 4 с половиной. 4 с половиной плюс накладка будет 5 тысяч. Это то, что я затрачу на ремонт своими силами. При том, что я же говорю, я ремонт, евро-ремонт я делать, конечно, не взялась бы. А такой обычный ремонт косметический прекрасно сама и сделаю. И сама справлюсь, и сама знаю, как это делать. Дочка моя тоже, вы помните, делала, когда ремонт, она стелила сама линолеум. Вы думаете, она не могла нанять людей, которые ей постелили бы линолеум и заштукатуривали бы стены, чтобы она сама там вот когда штробили, канал прокладывали для сплитов. Я еще ей тогда говорила, там такие глубокие ямы, чтобы то ровно вывести. Давай наймем. Нет, давай сделаем сами. Ну, в итоге-то сами сделали. Знаете, как глаза боятся, руки делают. Всегда моя мама так говорила, вот и я так говорю. Еще что, что еще пишите в комментариях по поводу чугунной батареи. Кто-то пишет не менять, многие пишут не менять и батарею, потому что новые батареи, в общем, разочарование у многих людей. Ну, в общем-то, девочки, я и сама склоняюсь к тому, чтобы ее не менять. Я могла бы ее, в принципе, если бы так поднапрячься, посидеть и вот поковыряться вот там вот это все. Я раньше это даже красила там между этими. Ну, это долго, сложно или сидеть неудобно. В общем, поэтому я ее облагородила с внешних сторон. И даже справа и слева я покрасила ребра. На тот случай, если я не найду накладку на 7 секций, тогда мне придется купить накладку на 6 секций, но так, чтобы одна секция у меня была уже покрашена и выглядела нормально. Вот, в любом случае, с батареей будет все хорошо. Менять я батарею не буду. Батарея уже стоит 50 лет и она еще прослужит долго. Она ничего там меня не беспокоит. Какие-то там свищи кто-то пишет. Нет, ничего там нету. Все прекрасно с батареей. Пусть она работает. Экрантики у меня есть. Вот она у меня сейчас выключена уже несколько дней. Хоть и дождь идет у нас, прохладненько на улице, но у меня открыта форточка и батарея выключена. Но у меня эта труба проходит горячая, поэтому, может быть, поэтому тепло еще. В любой момент могу открыть и включить батарею. Вот. Но потом окно батареи у меня все равно это будет все прикрыто занавесками. Поэтому то, что я сейчас сделала, чистенько, красивенько, меня это устраивает. В общем, что касается всяких замазок и покрасок, то, что касается покрасок, точно все я уже покрасила и все сделала. В принципе, осталось дело обои уже поклеить. Но мне единственное, что нужно будет отодвинуть диван. Я вот сейчас позвоню сыну, чтобы он пришел, помог мне диваны отодвинуть, если у него будет время, может быть, вечером. Вот. Хотя, в принципе, я и сама, если что, могу их отодвинуть. Чтобы освободить вот ту стену, которая у меня сплошная стена, которую надо будет с той стены начинать, она у меня самая главная стена, которая вот... И вот этот угол, который заходишь слева под сплетом. Вот это вот самое такое главное место, которое нужно будет обклеить обоями в первую очередь. Ну и остальное тут уже идут уже там над окном, тут над дверью. В общем, кусочки, кусочки. Это уже все такое по мелочи останется. И все, в принципе, и ремонт готов. В общем-то, девочки. Вот я думала, что я растяну надолго, но и сама не хочу растягивать, потому что этот бардак, это я сейчас еще немножко прибрала, а тот же у меня тут валялось. И кульки, и мешки, и тряпки, и всякое-всячее. Ну вот так вот. Все, прибрала чуть-чуть. Вот. Ну и сейчас, в общем-то, так как я уже закончила покрасочные работы, нужно время, чтобы эта краска вся как следует высохла, чтобы уже не бояться ее как-то там стереть. И, в общем, у меня сейчас обеденное время. Я перекусила, не перекусила, покушала курочку вареную с картошечкой, с помидорчиком. Ну и сейчас немножко отдохну, позвоню сыну. И, в общем, потом посмотрим, когда мы уже перейдем к следующему этапу. Поговорить надо с ним сначала. Ну и все, я продолжаю читать ваши комментарии, девочки. Еще что хочу сказать по поводу подробностей. Кто-то пишет, ну, показывайте нам все подробно. Девочки, ну, то, что я красила второй раз, в общем-то, это уже показывать неинтересно. Там, где я замазывала, я иногда, бывает, знаете, лезу, и не знаю, получится, что у меня там получится. Ну, как бы вот пробую. Ну и, в общем, и получается в основном все. Вот, так что подробности пока что показывать нечего. Хотя, с другой стороны, иногда некоторые такие вот, некоторые моменты мне не хочется показывать, потому что хейтеры не дремлят. Уже проснулись, уже пишут, что вы там делаете сама, дочку подключите, пусть она там, либо ребенка куда-то кому-то отдаст, придет помогать. Пусть она вам денег даст, наймет кого-нибудь, и меньше в косметический салон ходит, меньше денег тратит на салон, и пусть она вам лучше наймет работников, что вы пришли, сделали. В общем, короче говоря, кому-то не имется от того, что она ходит в салоны. Я молодая была, тоже ходила в салоны, и когда ты выглядишь прекрасно, и хочется за собой следить, но это же нормально, что человек за собой следит. Ну, а, наверное, кто-то завидует, да, кому-то не удается в салон попасть, или денег не хватает, но это может только так, завистник написать такое, да, чтобы она меньше ходила в салоны, а, значит, денег лучше мне сюда давала. Не волнуйтесь, девочки, с деньгами, все нормально, я машину продала, у меня деньги есть на ремонт есть, но мне интересно сделать все своими руками, и вы знаете, я даже вот сегодня с утра решила меньше снимать, потому что на это время уходит, и я потом хожу и туплю, что мне дальше, что мне дальше делать. Вот. А сегодня я просто погрузилась в эти дела, и спокойно, я даже телевизор не стала включать, чтобы меня вообще ничего не отвлекало, вот в такой полной тишине, и я теперь прекрасно понимаю художников, которые пишут картину, которые занимаются творчеством, ваяют, и не любят, когда их отвлекают, то есть они где-то там вот на своей волне. Ну, я сегодня тоже как художник, в общем, ходила, ваяла с кисточкой, со шпателем, вот это все, сама себе на уме, и ни на что не отвлекалась, и очень быстро я управилась, то есть я уже, в принципе, в 11 часов, и то это же я все не торопясь, с чувством, с толком, с расстановкой, в 11 часов уже все убрала, прибрала, и тоже я все это делаю с перерывами, с раскачем, не торопясь, в общем. Все, ну, в общем-то, прибралась, у меня уже так более-менее нормально, чистенько, вот, так что сейчас я отдыхаю, и потом, а потом посмотрим, что будет дальше. О, какой у меня бедла, сейчас в комнате творится. В общем, девочки, отодвинула я диваны, они легко отодвинулись, поэтому сына я сегодня звать не буду, мне главное, чтобы он завтра пришел. В общем, смотрите, что у меня за диванами, ковролин у меня не до конца, там вот деревянные полы, вот, но ковролин, слава богу, не прибит, его можно будет, наверное, отогнуть, но как-то будет мазать, мазать надо будет обои где-то, и вот самое сложное, это вот этот вот угол, я когда раньше клеила обои, здесь не было сплита, и, в общем, на гладкие стены было проще клеить, при том, что углы у нас неровные, я там что-то резала, подрезала тогда обои, вот, а сейчас там труба, одна труба, трубка, от этого там самый угол, будет сложненько, наверное, но я думаю, что я там просто кусочек поклею наверху, чтобы длинную обои там вот-то сильно не вырезать, ну, посмотрим, ну, и все, дальше уже вот под плинтус буду я это все, в общем-то, клеить, сейчас я хочу этот угол отодрать, там неровный угол, и там просто отошли немного обои, угол надо отодрать, и где-то, может быть, немножко подшпаклевать, чтобы более-менее выровнять углы, все, с того угла я уже обои немножко отодрала, и там уже все понятно стало. Хочу показать вам, девочки, вот эту вот красоту, самый мой ненавистный угол, вот этот угол мне всегда делает нервы, всегда создает проблемы, потому что это внешняя стена возле окна, наружняя стена, и еще и угол сам по себе неровный, в общем, короче, тут еще и сплит добавился, там труба и все дела, короче говоря, я отодрала обои, там, где они отодрались, и штукатурка там местами отвалилась, в общем, короче говоря, теперь надо замазывать мне вот этот угол, и, в общем, готовить его уже потом к поклейке, но я сегодня его замажу, до завтра уже все просохнет, и завтра можно будет клеить обои. Больше нигде отдирать не надо, обои висят, хорошо держатся, все, угол этот я левый отодрала, там чуть-чуть было, но там нормально все. Вот, в общем, короче говоря, вот это у меня сегодня до вечера работа, замазывать. Ну что, девочки, скажу я вам, глаза боятся, руки делают, не так-то много времени у меня ушло на то, чтобы замазать вот эти все щели, там громадные были щели, я замазала, и вот эти, здесь тоже вот большая щель была, и все замазала. Ну, это, конечно, современные вот эти вот шпатлевки, шпатлевки, я правильно сказала, конечно, это совсем другое дело, мы же раньше их замазывали все алебастрой, она быстро засыхает, во-первых, моментально, она делается кусками, камнями, потом же, естественно, она и выпадает, вот это то, что повыпадало, это все у меня алебастры повыпадало, ну, надеюсь, вот эта шпатлевка продержится. Ну, все, уголочек теперь ровненький, замазанных щелей нету, и внизу плинтуса тоже замазала. Все, теперь это засохнет, можно будет грунтовочкой чуть-чуть пройтись, и потом клеить обои. Ну что, девочки, давайте уже, погрунтую вместе, что ли, а то я все сама-сама, одна тут без вас все делаю. Надо, чтобы вы тоже чуть-чуть со мной побыли. Я хочу прогрунтовать там, где нет обоев, там, где голая стена, вот там хочу прогрунтовать. Там, где обои бумажные, то там прекрасно ляжет все на обои. Ну, и все, вот это я сейчас сделаю, на сегодня все. А завтра уже можно будет с утра приступать к обоям. Я сейчас все подготовлю для них, и прекрасно. Настроение прекрасное, все хорошо. Я уже поужинала. Ну, время сейчас 5 часов, начало 6-го. Я сейчас вот это доделаю, и лягу отдыхать, смотреть телевизор. Видите, у меня шнур от сплита. Просто тогда, когда мне его ставили, здесь никому в голову мысль не пришла, что можно там вообще розетку делать, там целое дело. Короче. Так. Ну, все, мои хорошие. Сделала я подготовительную работу. Я молодец. Я с собой довольна. Вот. Ну, и все. На этом подготовительная работа и окончена. И осталось нам только навести красоту, повесить обои и радоваться жизни. Наверное, это видео я на этом закончу. Я думаю, пусть оно будет там, даже если оно коротенькое, ничего страшного, чтобы уже в следующем видео я вам показала, как клеим мы обои. Уже поклеены обои. Полностью комнату, я надеюсь, в одно видео удастся мне все это там снять, чтобы уже вы увидели красоту. Вот, девочки. Ну, а кто это видео смотрел, кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Все, как всегда. Пишите комментарии. Только, пожалуйста, не пишите, что мне нужно квартиру сменить. Это уже надоело. Что нужно работников нанять. Что дочка должна заплатить этим работникам. Короче, не надо приплетать дочку. У всех свои занятия. Дочки свои у меня свои. Я с удовольствием, кстати говоря, вот этим всем занимаюсь. Это прям творчество для меня. Так. Ну, все, девочки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok